Под снос старое, взамен новое. В выпусках новостей телеканала Регион 12 мы уже рассказывали о том, что в Волжске введен в строй умный дом, построенный с применением всех современных энергосберегающих технологий. А переселились в него люди, жившие в аварийных домах. О том, что представляет собой умный дом и сколько сэкономят на кварплате его жильцы, смотрите в нашем сюжете. Пускай кристу. В новом 32-квартирном доме Волжска, что по улице Чкалова, 16А, в эти дни приятные хлопоты. Новоселье. Внезапное расселение для семьи Захаровых, как снег на голову. После долгих лет жизни в бараке в светлое будущее с трудом верилось. Теперь бабушка и семья ее сына будут жить с удобствами в отдельных квартирах. Одно но. Канадский дом очень чувствительный к детской беготне. Но, как заверили строители, к лету во дворе появится детская площадка. Ну, это, конечно, небо и земля. Что было предыдущее деревяшко, дом, считай, без фундамента, туалет проваливался. Все было очень скверно, конечно. Но здесь отдельно все хорошо. Вот здесь будет, наверное, диван. А тут ничего нет пока. И одни стулья. У строительной компании «Марспецмонтаж», которая выполняла работы, опыт возведения таких жилых метров уже наработанный. В Вишкороле первый умный дом появился в декабре 2010 года. В Волжске в конце прошлого года на улице Щерса. Отзывы новоселов в отношении энергоэффективности положительные. Плата за квартиру в два раза ниже, чем в аналогичных квадратах панельного дома. Здесь, по предпочтению самого жильца, программируется система отопления. Причем присутствует и автоматическая регулировка температуры в зависимости от времени суток. Только энергосберегающее освещение в местах общего пользования, реагирующее на присутствие человека. В итоге экономия электроэнергии, как показывает практика, достигает 70-80%. И еще одно ноу-хау. Стены и окна здесь тоже работают. Они выполнены из таких материалов, что зимой не пропускают тепло, а летом наоборот, держат прохладу внутри помещений. Дома канадского типа, несмотря на недоверие у населения, уже зарекомендовали себя на территории нашей республики. То, что люди сомневаются, но мы, как бы, вот я повторюсь, по второй дом построили, а так-то уже мировая практика показывает давно. Но эксплуатируются эти дома в Канаде, Швеции, ну, я не скажу, уже и в России. Я вот, как бы, объездил перед тем, как мы начали строить и Самарской, и Ульяновской области, и Подмосковье. Так что это, как бы, одно из новых направлений строительства. Это все было бы затруднительно без федеральной поддержки. Новый дом для волжан на днях лично осмотрел генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицын. Мы, действительно, с республикой Мариэл работаем с самого начала. Как фонд был создан, это уже больше четырех лет. И надо отметить, что все инициативы, которые у нас были, республики, они восприняты и поддерживаются. Даже вот идея, там, строить энергоэффективное жилье, она была воспринята абсолютно правильно. Но более того, я могу сказать, что республика пошла своим путем. На сегодня мы видим этот прекрасный дом, который обошелся пока без вознавляевых источников энергии. Но здесь они, в принципе, особо и не нужны, поскольку здесь есть коммуникации, их не надо подводить. Элементы необходимы. Энергоэффективность – это не просто, что называется, лампочки в подъезде поменять. Это, в первую очередь, необходимо заложить в сознание собственника. Вот здесь собственник сам будет регулировать свои комфортные условия. Фонд «Содействие и реформирование жилищно-коммунальное хозяйство», который создан в нашей стране, это, наверное, одна из немногих структур, которая очень эффективно работает. Во-первых, понятны требования, понятна формула софинансированная. Мы сотрудничаем уже четыре года, и, по сути дела, из фонда мы получили где-то, наверное, миллиард 800 уже денег. Своих мы вложили. Как в России, так и в Мариэл в этом году продолжится реализация программы по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилья. Сколько будет выделено республике, пока сказать сложно. Регионы России должны представить заявки на участие в программах фонда «Содействие и реформирование ЖКХ» до 1 апреля. В этом году мы заложим еще два таких дома 24-квартирных. И самое главное, эффективность с точки зрения себестоимости, у нас там где-то в 25 тысяч квадратный метр у нас обойдется, 48 квартир еще получат. Проблем много, 160 домов еще таких здесь находятся. Но если темпы увеличим, то, может быть, вместе со всей страной лет за пять мы справимся. По словам гостя Константина Цицына, возведение домов – это не самое главное. Важно, чтобы люди научились экономить в разумных пределах. Если в России чаще всего борются за тепло в доме, в странах Европы, наоборот, поддерживают прохладу. Тем самым уже экономят. Тот же подход и в секторе производства. Поэтому, чтобы приблизиться к экономическому расцвету, начинать нужно с себя, а именно с быта. Как показывает опыт уже республики, энергоэффективное жилье помогает экономить на оплате коммунальных услуг. Причем в разы. Цицын подчеркнул – это дома 21 века, и других строить мы просто не должны.